Ноябрь 1939 года, но сформировалось так называемое генерал-губернаторство к тому времени. Генерал-губернаторством Польшу называли, когда была оккупация Германии в Первую мировую, поэтому просто вернули то, что в Первую мировую было, так как Гитлер вообще собирался все вернуть, что в Первую мировую было. Те территории, которые, во-первых, были в составе Германии до Первой мировой, и, во-вторых, по представлению Гитлера там было значительное количество немцев. Эти территории вообще полностью передали в Германию. То, что там осталось, где было явное превосходство поляков, больше всего поляков, их выделили в особую единицу после оккупации Польши и Германии, которая называлась генерал-губернаторством. Частично поляков также выселяли с белорусских и украинских территорий, но в то время не сильно. Масса выселения поляков будет после войны с Украиной и Беларусью, но какие-то уже там были договоренности, что, допустим, поляки идут в генерал-губернаторство, а украинцы и белорусы могут, если хотят, могут ехать в Западную Украину и Беларусь. Такая фигня была еще в октябре 1939 года. Ну так вот, генерал-губернаторство делилось на пять округов. Краков, Варшава, Люблин и Радом. И когда оккупировали Галицию в 1941 году, то включили также и Галицию. Галиция тоже входила с центром во Львове, дистрикт Галиции входил потом в генерал-губернаторство. Значит, столица генерал-губернаторства Краков и губернатор был немец Ганс Фраг. Его заместитель тоже был Йозеф Бюллер. Всех их казнили, потому что эти ребята, там в Польше много евреев было, очень много занимались евреями, и потом их всех казнили после войны. И Ганса Франка, и Йозефа Бюллера. Значит, ситуация там такая была, в этом протекторате, или как это можно назвать. Значит, там действовало полностью законодательство Германии. Там все руководство центральное было немцы. Тем не менее, большинство жителей, а именно поляки, не имели статуса граждан Германии. То есть, как бы, вот законы Германии действуют, но они не граждане. Но надо сказать, что это примерно соответствует этот расовым законам. То есть, в Германии и в 30-е, вот в начале 30-х, значит, евреи были под юрисдикцией Германии, но были не граждане. Вот такие ерунда. Значит, вся администрация чисто немецкая, полякам не доверяли. Максимум, генерал-губернаторстве могли сделать польскую полицию, да и ту проверяли. Могли быть простые какие-нибудь участковые, там вот такие, могли быть поляки. Вся администрация абсолютно была немцем. Более того, у поляков было развитое сопротивление, и там регулярно поляков там обыскивали, проверяли и всех подозревали на то, что они все сотрудничали с партизами, что в основном так и было. Нацисты с их расовыми представлениями сделали там лестницу. То есть, некоторые животные ровнее. Ну, они прям, конечно, никакой демагогией проравенства не занимались, у них просто были расовые представления. Значит, самые лучшие и больше всего прав имеют немцы из Германии, Reichsdeutsche. Потом местные немцы, Volksdeutsche. Volksdeutsche они считали хуже, потому что вот они подверглись стлетворному влиянию славянской культуры. В общем, Volksdeutsche, по мнению нацистов, они имеют немецкую кровь, то есть имеют потенциал, чтобы, так сказать, влиться в полноценную расу, но они подверглись стлетворному влиянию, поэтому они хуже, чем Reichsdeutsche. Дальше, в принципе, члены семей, то есть, если какой-то там был поляк, женат на немки, в принципе, он как бы считался, что он находится в сфере влияния немецкой культуры, и он считался лучше. То есть, члены семей немцев считались лучше, чем, допустим, просто поляки. Дальше шли украинцы, и украинцам предоставили первоначально определенные там лучшие права, и про украинцев немцы довольно много рассуждали, что они потомки Готов там, и что украинцы тоже где-то там у них немецкая кровь где-то была. То есть, в целом, короче, украинцы по немецким представлениям времен Второй мировой были лучше поляков, и им, соответственно, предоставлялись определенные привилегии украинцам, которые там были тоже в Польше. Потом в Гурале, это народ горный, его признали за народ, сейчас его поляки считают частью поляков, в Гурале признали отдельным народом, и считали, что они лучше поляков, и тоже там в горах, более, так сказать, у них раса чистая. Дальше шли обычные поляки, которые, в общем, получились где-то там внизу этой всей лестницы, и все подозревали, что они хотят восстановить Польшу. И, естественно, хуже всех были евреи, которых вообще сажали в концлагеря. То есть вот такая вот там лестница была расовая, ну, как у обычного представления Гитлера. Ну, вот примерно как Гитлер организовывал, потом и в Украине примерно тоже. То есть они делили на какие-то группы национальные, и потом выстраивали лестницу, ну, так еще в Майнкампфе такое у них мышление было. На вершине этой лестницы всегда были немцы, Reichsdeutsche, потом были Volksdeutsche, а потом какое-то местное население, они так группировали. Вот в Польше они сразу это устроили. Ганс Франк считал, что да, нужно делить на максимальное количество национальностей в Польше и всех стравлю, чтобы, допустим, его отгурали, вот гурали не поляки, и поэтому они не будут польское сопротивление поддерживать. Или, допустим, члены семьи Volksdeutsche считаются практически немцы, и поэтому их надо, наоборот, привилегировано, подозревая, что вряд ли они будут поддерживать польское сопротивление. Примерно так. С польским сопротивлением проблемы у него были. Кроме того, там было очень много евреев в Польше, к которым поляки сравнительно хорошо относились, исторически, в связи с общей терпимостью поляков. Ну, так вот, именно в генерал-губернаторстве было больше всего концлагерей, и именно там больше всего евреев в концлагеря бросали, а также свозили евреев туда, в эти концлагеря, такие как Требленко, Собибор, Майданок и так далее, и об этом я еще поговорю. То есть, на территории генерал-губернаторства уничтожение евреев, а также заключение их концлагеря, было обычным явлением, как раз вот польских евреев, и Китлер больше всего-то истреблял. Позднее поляков также вывозили на работы в Германию, как и отовсюду, как с Украиной вывозили украинцев, так и поляков из генерал-губернаторства. Там имелись местные деньги, вроде как ходили там немецкие деньги, также были местные злоты, злотые, которые называли мленарки, и на них были надписи на польском языке. Статус этого никак, в общем, не объяснялся. Если статус Чехии был понятен, что это протекторат немецкий, это понятное было международным правилом. Например, Монголия, это протекторат СССР. Ну, а статус этого генерал-губернатора вообще был непонятен, потому что протекторатом это не писалось, там ввели вот это расовое все, это самое, кто кому должен ку делать. Где-то там по-польски писали, где-то не писали по-польски, какого-то четкого официального статуса даже у польского языка не было. Там могли на вывесках по-польски писать, могли выпускать к полякам какие-нибудь обращения, типа, кончайте тут нам это партизанить, и так далее. Это могли они на польском делать. Могли деньги на польском. Но так четкого статуса даже языка не было. А все руководство было немецкое, естественно, на немецком писалось. В СССР тоже, в общем-то, не поняли, а что там вообще за территория. И в СССР в 40-41 годах, когда издавали карты, был же договор с Германией, вроде как признавали все захваты Германии. Так вот, там писали, значит, на этом месте область государственных интересов Германии в СССР. Вообще не понимая, что там происходит вот на этой территории. Причем эту область государственных интересов часто рисовали неправильно, и просто всю территорию Польши, которая была до Первой мировой войны, там писали. Хотя реальные границы этого генерал-губернации были другие. В генерал-губернаторстве проводились массовые аресты поляков, часто в ответ на какие-нибудь акции сопротивления. И, в принципе, как и вот в советской зоне, где, значит, западная Украина, западная Беларусь, в основном Гитлер репрессировал богатых и образованных поляков, полагая, что вот они будут организаторами сопротивления, как и Сталин. Ну, например, с 1 марта до конца мая 40-го года специально арестовали в генерал-губернаторстве 3 тысячи самых таких образованных, активных социально поляков, да. Там, неважно, он мог быть и не националистом, где-то засветился, что человек может участвовать в какой-то общественной жизни. Все. Вот он у Гитлера был на учете, и вот всех арестовали, 3 тысячи человек, и все были расстреляны. Просто, так сказать, на всякий случай, а вдруг они там будут что-то организовать. Просто вот люди явно, короче, активные, богатые, там, умные, образованные, дайте их нахуй расстреляем. Короче, такие были идеи у Гитлера периодически. Ну, и это наиболее известное, а так он вообще такую политику проводил, что если сильно умный поляк, то, скорее всего, он заговорщик. Такие были настроения у Гитлера. Именно для этого он и ввел эту всю систему-то расовую, да. Известное изречение Гитлера. Безусловно, следует помнить, что польское дворянство должно исчезнуть, как бы жестоко это ни звучало. Его необходимо уничтожить повсеместно. Двух господ, стоящих бок о бок, не может и не должно быть. Поэтому все представители польской интеллигенции подлежат уничтожению. Ну вот, кстати, я являюсь потомственным представителем польской интеллигенции по всем документам. То есть, по мнению Гитлера, я подлежу уничтожению просто, как евреи. Значит, польское дворянство должно исчезнуть, Гитлер сказал. Поэтому меня подозревать в каких-то симпатиях к Гитлеру довольно сложно. А то русские сети, фашисты меня все время там пытаются тоже куда-то фашисты записать. Они всех записывают, кто-то, так сказать, им не нравится. Вот меня точно нельзя, потому что я примерно в статусе еврея был у Гитлера. То есть, вот польских интеллигентов, потомственных, как меня, надо убивать Гитлер сказал. Все, и убивал. Значит, приказ номер 154 подписан командующим подводным флотом Карлом Деницем где-то в ноябре. И потом он фигурировал на Ньюбернском процессе. Значит, в этом приказе, в принципе, уже начиналась тактика неограниченной подводной войны, которая противоречила международным правилам ведения войны. А именно, было запрещено спасать людей с торговых, с всяких кораблей, которых потопили немецкие подводные лодки. Значит, дословно, не спасайте людей, не берите их на борт, не оказывайте помощи шлюпкам, погодные условия и близость суши несущественны, беспокойтесь только о безопасности своей подлодки и скорейшем достижении новых успехов. Враг начал войну с целью уничтожить нас, следовательно, остальное неважно. Юридически это нарушение Лондонского морского договора, то есть, такие действия были запрещены тогдашним международным правом. Были определенные правила ведения войны, это является военным преступлением, то есть, они должны были спасать, допустим, мирные какие-нибудь там судна, даже если они их потопили. Вообще, их топить не должны были мирные судна. Если они их потопили там по ошибке или как, они должны были спасать их. На допросе в Нюрнбинском трибунале Денис говорил, что он вообще это издал про подводные лодки, а не про торговые суда, что он потом этот приказ отменил и, в общем, всячески отмазался. Но надо сказать, что позже Денис издаст приказ о неограниченной подводной войне, о чем я поговорю. И этот приказ ноября 1939 года тоже Денису потом вменяли. В то же время, нужно сказать, что страны антигитлерской коалиции тоже потом много чего топили, в том числе и мирные германские корабли. Дело такое было. Начинается Советско-финская война в самом конце ноября. Ну и про нее, естественно, в ближайших выпусках много будет. Поскольку как раз переговоры в ноябре сейчас про переговоры, а про саму войну в декабре. Обе стороны имели претензии. В Финляндии была концепция Великой Финляндии, которая там до сих пор есть, а именно, что Карелы тоже финны, Саамы тоже финны, и ближайшие территории СССР должны быть включены в Финляндию. Финляндия только что образовалась в 18-м году. После советско-финских войн установили границу, которая обе стороны не устраивала. Кроме того, в СССР считали многие представители руководства СССР, что Финляндия была в составе Российской империи. СССР должен взять все территории Российской империи, в частности, Польшу и Финляндию. То, что значит будет независимой Польшей, только во время войны, в общем-то, решили. То есть проекты присоединить Польшу там оставались, в общем-то, и Финляндию тоже. Так как это, в принципе, отпавшие провинции Российской империи, а в Российской империи теперь Советский Союз. Тем не менее, с Финляндией были дипломатические отношения, имелся пакт о ненападении тоже до 1945 года, как, впрочем, и с Польшей там, и так далее. Все время обижались советские на то, что в Финляндии много националистов, которые против СССР высказываются в прессе. Ну, и также в Финляндию можно было убежать. Известно много историй, что бежали из северных лагерей в Финляндию, то есть Финляндия принимала беженцев. Во время уже, значит, где-то 1938-1939 года основной проблемой Советский Союз считал, что Ленинград находится близко от Эстонии и Финляндии и могут атаковать Ленинград. И, в принципе, вот это именно выдвигалось как основная причина дальнейших событий, то есть давления на Финляндию и войны. Значит, тут опять я должен сказать, что у нас обсуждение Второй мировой и примыкающей к ней финской войны сейчас криминализировано и непонятно, что запрещено. И там что-то так расплыв все-таки формировки законов, искажать какие-то исторические факты. Что у нас суд будет считать историческим фактом, я не знаю. Но, в общем, перенесли это все равно в уголовную сферу, поэтому я просто высказываю, как бы объясняю, какие есть точки зрения в данном случае, то есть рассказываю, какие концепции. Значит, две принципиальные, по поводу финской войны, две радикально противоположные концепции, поскольку там близко Петербург, в сети, вот и в нулевые, в десятые, и сейчас, я же в всяких сетевых дискуссиях принимаю участие, либо наблюдаю, в последнее время больше наблюдаю, постоянно обсуждаются вопросы финской войны. Про финскую войну наши вот очень хорошо знают, потому что вот эти питерские ребята близко там, и постоянно эту финскую войну обсуждали. Я и в нулевые, и в десятые прям тонны таких дискуссий видел. Никакого единства там нет, и никто не пришел. То есть это типичный холли вор сразу предупреждает. То есть одна сторона другую убедить не может. Значит, сторонники, так сказать, СССР считают, что СССР просто пытался обеспечить безопасность Ленинграда. То, что Молотов и Сталин все время говорили. Что просто сам факт нахождения там рядом какого-то государства возле Ленинграда, как крупного промышленного центра и административного, опасен был сам по себе. Поэтому мы пытались просто отодвинуть границу как можно дальше от Ленинграда, и все. Эта же точка зрения во многочисленных опусах всяких историков российских тоже защищается. То есть есть множество всяческих исследований, где доказывают, что СССР не хотел захватить Финляндию. Так вот вторая точка зрения, что СССР хотел захватить Финляндию. Договорился с Гиттером о включении Финляндии в сферу влияния. Сначала они хотели, чтобы именно как сфера влияния это выглядела. То есть там Финляндия была независимая, но фактически кричу зависимая от СССР, так как это все не прокатило, и они хотели просто Финляндию захватить. Значит, эти точки зрения не сходятся. И сразу предупреждаю, что значит и та, и другая множество имеют аргументов в свою защиту. Также сторонники того, что СССР хочет захватить Финляндию, считают все эти события частью Второй мировой войны. И полагают, что в этом случае, как и в случае Польши, по сути СССР воевал на стороне Гитлера. Эта позиция высказывалась прямо во время Финской войны в пропаганде союзников, пропаганде Антанты, что фактически СССР там поделил и захватывает Финляндию именно в рамках Второй мировой фактически действия на стороне Гитлера. Ну, это второе довольно странно, так как потом Финляндия была союзницей Гитлера. Ну, объясняют, что вынуждена была Финляндия, поэтому стать союзницей Гитлера, так как СССР хотел захватить и так далее. По поводу того, является ли это частью Второй мировой войны или нет. Вот дело в том, что СССР считала, что вот эта Финская война это отдельный конфликт, как и Халхенгол. Позднее. Вот в хрущевских описаниях этих событий, которые были официальные истории Второй мировой войны, которые я читал, кстати, в детстве, там это расценилось как отдельный конфликт и поэтому много даже про это не говорили, потому что это не Вторая мировая была, по мнению советских историков. Но вот по поводу этой позиции я могу определенно сказать, что это довольно странно, потому что советское руководство в официальных выступлениях и Жданов, и Сталин вообще считало все вот эти процессы в 30-х, что уже идет Вторая мировая. И очевидно, что эти процессы взаимосвязаны, поэтому считать финские события какое-то отдельное от Второй мировой это странно, все-таки это да, единый процесс вместе со Второй мировой это вот это точно. Но я просто говорю, что значит сталинисты и вообще последователи советской традиции могут даже отрицать, что это Вторая мировая, просто говорить, что это локальный конфликт, не связанный. Но это точно неверно. Также, вот как сейчас СВО избегает Россию называть войной, это вообще-то русская традиция. Как события в Финляндии, так и события тем более в Польше не называли войной. Непосредственно во время этих событий финская война слова не использовалась. Также в советской историографии это называется как угодно, только не войной. Называется значит финский поход Красной Армии, освободительный поход Финляндию, борьба с белофинами и тому подобное. Действия на территории Западной Белоруссии и Украины во второй половине сентября, тем более войной упорно не назывались, и назывались допустим освободительным походом. Почему пропаганда российская избегает слова война, мне совершенно непонятно. Может быть она у них какие-то там значения, смысла несет. Ну в общем отрицали и даже непосредственно во время войны допустим советская печать и радио заявляла Советский Союз не находится в состоянии войны с Финляндией. Ну в принципе сейчас насколько я понимаю можно по крайней мере уголовно не преследуется называть это финской войной. И такое неофициальное название конечно в советской литературе присутствует. неофициально это финской войной все называли уже война войной. Но официальная пропаганда избегала даже слова война в данном случае. Но в общем и целом вопрос в основном идет о мотивах Сталина которые непонятны. И тут как бы оценка мотивов как обычно в уголовном процессе не ясно. То есть различные историки приписывают Сталину либо мотив захвата Финляндии либо мотив просто обеспечения безопасности Ленинграда. Причем это могут быть и российские историки. То есть российские историки тоже рассматривают такой вариант что действительно хотел Сталин Финляндию присоединить к СССР. Как правило финские историки все говорят что именно хотел установить социалистический режим что Финляндия воевала за свою независимость в финской историографии было так принято что воевали за независимость что Сталин хотел в принципе мирным путем решить очевидно что в октябре и ноябре велись переговоры о мирном пути но мирный путь имелся ввиду как в Эстонии то есть мирным путем там привести к власти коммунистов и потом все равно включить в СССР вот так вот финские рассказывают специалисты что да про мирный путь велись конечно переговоры об этом собственно вот сейчас будет но мирный путь имелся ввиду поставить там советские базы а потом так же как Эстонию присоединить Вот так вот финны рассказывают. Наши вообще отрицают, что была какая-то была мотивация присоединять Финляндию, что только обезопасить Ленинград. Это официальная позиция Сталина и Молота потом была. Ну, аргументом является Тиреокское правительство. Вот аргументом в пользу того, что хотел присоединить Финляндию. Дело в том, что создали некое коммунистическое правительство Финляндии на советской территории. Об этом я подробнее расскажу в декабре, потому что его создали в декабре. Про переговоры. После аншлюса Астрии СССР серьезно уже готовится к войне с Германией. В этом контексте были первые переговоры с Финляндией. 14 апреля 1938 года в Хельсинки прибыл советский представитель Ярцев, который встретился там с министром иностранных дел и заявил, что правительство СССР считает, что Германия планирует нападение на СССР и в частности, что удар на Ленинград Германия нанесет через Финляндию. Это бред. Правительство Германии не планировало нападение на СССР. У него просто ресурсов не было. Основной план Гитлера был в течение 10 лет собрать ресурсы, перестроить там всю экономику и промышленность, построить флот. Потом через 10 лет разгромить Англию и Францию, а потом уже СССР. То есть Гитлер хотел захватить СССР, но через 10 лет и после Англии. То есть в 1938 году он точно не собирался СССР захватывать. Но вот правительство СССР думало, что может такое случиться, и что все хотят на них напасть, и что все капиталисты сговорились против них. Это официально заявлялось там на всех уровнях в СССР. И в прессе постоянно они объясняли, что принципиальной разницы между Гитлером и Чемберленом нет. Среди них какие-то противоречия есть, но они их разрешат, так как все они ненавидят прежде всего СССР. Ну значит Финляндию, начались с ними беседы длительные, где они говорили, что если Финляндия позволит высадку немцев, то СССР будет воевать с Финляндией. С другой стороны, если Финляндия откажется помогать немцам, то СССР окажет военную и хозяйственную помощь и так далее. Так как Финляндия сама не в состоянии немецкий десант. То есть рассматривалась ситуация немецкого десанта Финляндию, и если Финляндия будет с немцами воевать, то СССР ей поможет. Это 1938 год. С этим месседжем Ярцев проводил многочисленные беседы с премьер-министром Финляндии, с министром финансов и так далее. Финляндия заявляла при этом, что она не собирается никаких немцев там пропускать и так далее. СССР требовал в качестве гарантии секретное соглашение, чтобы они впустили советские войска в случае нападения Германии, чтобы они пропустили советские войска отражать это нападение. Строительство укреплений на Аланских островах, размещение советских военных баз для флота и авиации на острове Гогланд. Территориальные требования тогда не выдвигались, но Финляндия и эти требования отвергла. То есть они отказались строить, пускать советскую базу там, пропускать советские войска в случае нападения Гитлера и так далее. В марте 1939 года СССР заявил, что хочет арендовать на 30 лет острова Гогланд и прочие мелкие. Чуть позже они Финляндии предложили территории Восточной Карелии в обмен на эти острова. В принципе Мандергейм, острова был не прочь отдать, потому что они вообще были там не нужны, просто острова нифига не нужны. Из-за них торговали СССР какие-то территории в Карелии, в общем-то более-менее нужные. Тем не менее тоже переговоры провалились и в Финляндии многие были настроены так, что СССР хочет нас захватить. Это Российская империя, та же самая, от которой мы независимость прогласили. Поэтому не нужно верить ни в какие их предложения. Аналогичная ситуация была в Польше. То есть Польша, собственно, это страна, которая получила независимость от России. СССР они воспринимали, что это все равно Россия только красная. Поэтому они отказывались пропускать советские войска на свою территорию даже для защиты от Гитлера. Полагали, что угрозы независимости Польши исходят от СССР еще больше, чем от Гитлера. Примерно та же позиция была в Финляндии и особенно в финской прессе, которая постоянно объяснила, что Россия только и хочет обратно Финляндию вернуть. В начале октября СССР заключил договор о взаимопомощи с Прибалтикой, с Эстонией, Латвией и Литвой, по которой разместил там советские военные базы. То есть вот со стороны Эстонии они эту проблему, в общем, решили, разместив там советские базы. Договора с Прибалтикой были вследствие договора Рементропа-Молотова, по пакту Молотова-Рементропа, уступил практически к сферу влияния Гитля к Прибалтику. И даже Литву потом, вот в конце сентября договорились, что Литва тоже будет в советской сфере влияния. Я про Прибалтику потом буду подробнее, потому что надо комплексные эти вопросы, когда уже будет советская экспансия в Прибалтику, я подробно про все расскажу. Просто тут я упоминаю, что в начале октября, в принципе, Прибалтика уже вошла в советскую сферу влияния, и юридически это заключалось в размещении советских военных баз. Так как с Гитлером договорились, что Финляндия тоже вот так вот в сферу влияния как бы войдет, соответственно, то же самое требовало Советский Союз от Финляндии, чтобы как в Эстонии, в Финляндии были размещены советские военные базы, она как бы вошла в сферу влияния, при этом не собирались менять, так сказать, общественный строй, делать там революцию и так далее. Это предложения, которые были в октябре к Финляндии от СССР. В отличие от слабой Эстонии, Латвии и прочих, Финляндия уперлась, так как Финляндия была достаточно большая по площади страна, с тайгой, и Мандергейм думал, что он отобьется. То есть, в принципе, чем торгуем? Что СССР нападет и устроит войну. Что случится, если Финляндия отвернет предложение? Война. К войне мы готовы, считал Мандергейм. Ну, понятно, что Латвия, Эстония и прочие к войне точно не были готовы. Это маленькие страны, у которых нет всяких финских лесов, нет оборонительных сооружений серьезных, сравнимых с линией Мандергейм и так далее. Поэтому прибалтийские страны просто, в общем, сдались. Тем более Финляндия, Германия никак не гарантировала их независимость, и Германия договорилась с СССР. А Финляндия решила, что она сама в состоянии отбиться от СССР. 5 октября финляндские представители прибыли в Москву и проходили переговоры весь октябрь и начало ноября. При этом Иосиф Сталин упирал на то, что финская граница близко к Ленинграду, и поэтому финны угрожают. Значит, конкретно Иосиф Сталин сказал, мы ничего не можем поделать с географией, так же, как и вы, поскольку Ленинград передвинуть нельзя, придется отодвинуть от него подальше границу. Советская сторона предлагала, значит, Финляндия переносит границу на 90 километров от Ленинграда, сдает в аренду СССР полуостров Ханко для постройки военно-морской базы, советскому военному флоту предоставляются порты на полуострове Ханко, также Финляндия передает вот эти острова, Гогланд, Лааван, Цари и так далее. Значит, советско-финляндский пакт о ненападении дополняется статьей о взаимных обязательствах не вступать ни в какие группировки, Финляндия разрушает линию Маннергейман на Карельском перешейке, при этом СССР передает Финляндии территорию в Карелии, общей площадью вдвое больше полученной от финнов, но это Карельская территория, там, в общем, сплошная тайга карельская, в общем, нафиг никому не нужная, но вот как бы формальную компенсацию за счет Карелии СССР-таст. Но вот это примерно СССР понимала, так что при выполнении этих условий Финляндия входит в советскую зону влияния, граница отодвигается от Ленинграда, и, в общем, это, в принципе, устраивало СССР. Финляндию это не устраивало, предлагали компромиссные варианты Фины, допустим, дать вот эти острова. То есть острова там были в Финском заливе, и вообще, в общем-то, Финляндии не нужны. Это единственное, что Финляндия предлагала дать. При этом параллельно обсуждали советско-финское торговое соглашение, то есть экономически там вопросы были связаны. Финляндия, в общем, всей страной там строила линию Маннергейма, то есть укрепление на Карельском перешейке, и особенно линию Маннергейма Маннергейм не хотел отдавать, потому что в нее было много вложено, из чего они должны там все срывать, все эти укрепления. Где-то уже в конце октября Молотов начал угрожать, спрашивает, не хотите ли вы спровоцировать конфликт. Маннергейм, которого поддерживал парламент, в общем-то, пытался на какие-то уступки пойти. Маннергейм говорил, что, ну, максимум можем какое-то время держать оборону, и то, что непонятно сколько на Карельском перешейке. Но, в целом, те уступки, которые Маннергейм предлагал, не удовлетворили СССР. Значит, уже к 3 ноября точно было понятно, что ни о чем не договорятся. Молотов 3 ноября заявил финнам, мы, гражданские люди, не достигли никакого прогресса, теперь слово будет предоставлено солдатам, то есть прямо угрожали войной. 3 ноября советская газета «Правда» обрушилась также на финнов и писала, мы отбросим к черту всякую игру политических картежников и пойдем своей дорогой, несмотря ни на что мы обеспечим безопасность СССР, не глядя ни на что, ломая все и всяческие препятствия на пути к цели. В общем, конкретно пресса советская была, но надо сказать, что тон финской прессы тоже был довольно агрессивный. В общем, в газетах уже ругались так, что вот-вот война. Ну, наконец, значит, 13 ноября, ни о чем не договорившись, финны в Хельсинге отправились, а СССР уже начал подготовку к войне, потому что с финнами не договорились. 26 ноября в «Правде» появилась статья «Шут Гороховый на посту премьера», потом произошел майнинерский инцидент, о котором подробнее чуть позже расскажу. В советских средствах информации все польское правительство начало называть белогвардейцы, белофины и так далее. 28 ноября денонсирован договор о ненападении из Финляндии, 30 ноября началась война. К этому времени Ленинградский военный округ был частично мобилизован еще в период польского похода. Сосредоточили 7-ю армию в северне Ленинграда, потом в районе Кандалакши 9-й армии. Финляндия тоже, в принципе, начала мобилизацию уже в октябре, модернизировала линию Маннергейма, эвакуировала население из пограничных районов, и все эти приготовления с обоих сторон уже в октябре наибрелись. Советский план войны с Финляндией предполагал основной удар на Карельском перешейке на Выборг, второе направление центральная Карелия, с целью разрезать территорию страны и выйти на побережье Ботнического залива в город Оулу. И, собственно, в городе Оулу планировался парад 44-й дивизии советской. Главное направление было Выборг, и поэтому предполагалось штурм основных укреплений Ленингрейма как основной такой войне. Значит, считали, что слаба финская армия, советское командование. Кроме того, даже вот эти укрепления Ленингрейма советское командование плохо знало, хотя они прямо вот под носом у Ленинграда строились, мощность линии Маннергейма СССР не оценила верно. Даже не знала о существовании многих дотов, то есть финны там хорошо построили, скрытно. Что касается Финляндии, она планировала обороняться, причем Маннергейм определил правильно, что будут наступать на Выборг, и там, собственно, все сосредоточил. Основная цель Финляндии было задержать максимально, Маннергейм полагал, что где-то полгода могут воевать, обеспечить помощь Запада, втянуть в войну Англию и Францию. Вот поэтому, кстати, финская пропаганда сразу была, что это вот практически Гитлер напал, что Сталин в союзе с Гитлером, агрессию против Финляндии, это было ориентировано сразу на Англию. Значит, поэтому единственная надежда была у Маннергейма. Раз Гитлер со Сталиным договорился, пакт Молотова-Любентропа, значит, помочь может только Англия. Поэтому Маннергейм рассчитывал, что Англия, которая занималась этой странной войной, вступит все-таки в войну против СССР, защитит Финляндию, и Финляндия потом будет наступать в Карелии, когда отобьется. Но для того, чтобы Англия вступила в войну, которая была неповоротливая, и даже на французском фронте не воевала, ну, надо было продержаться максимальное время. Вот план Маннергейма. Значит, Майнельский инцидент, официальный повод к войне. 26 ноября советское правительство обратилось в правительство Финляндии с нотой. 26 ноября в 15 часов 45 минут наши войска около села Майнела на Карельском перешейке были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнем. Финны ответили, что они зафиксировали обстрел с советской стороны, то есть, что на границе у финнов нет никаких вообще артиллерии, тем более такой дальнобойный, ничего они не обстреливали. То есть, финны с тех пор официально заявляют, что эта вся история Майнельский инцидент это советская провокация, а СССР всегда утверждало, что нет, финны обстреляли. Значит, ответная нота СССР отрицание со стороны правительства Финляндии факта возмутительного артиллерийского обстрела финскими войсками советских войск, повлекшего за собой жертвы, не может быть объяснено иначе, как желанием ввести в заблуждение общественное мнение и поиздеваться над жертвами обстрела. Насколько я понимаю, в российской историографии до сих пор считается, что финны стреляли, хотя вопрос этот я плохо знаю. В дискуссиях в социальных сетях, естественно, все сторонники, так сказать, Финляндии, противники Сталина, все говорят, что это сталинская провокация, что стреляли сталинисты. В общем, дискуссия до сих пор, как я понимаю, продолжается. Значит, все просоветские товарищи считают, что финны стреляли, потому что вот они обнаглели и хотели так продемонстрировать свою мощь, так сказать. Ну, Маннергейм, конечно, считает, что стреляли советские. И вот, допустим, Маннергейм пишет. И вот провокация, которую я ожидал с середины октября, свершилась. Когда я лично побывал 26 октября на Карельском перешейке, генерал Ненонин заверил меня, что артиллерия полностью отведена за линию укрепления, откуда ни одна батарея не в силах произвести выстрел за пределы границы. Нам не пришлось долго ждать притворения в жизнь слов Молотова, произнесенных на московских переговорах. Вести разговоры «Теперь наступит очередь солдат» 26 ноября Советский Союз организовал провокацию, известную ныне под названием «Выстрелы в Маннелло». Ну и это сейчас в Финляндии, насколько я понимаю, официальная точка зрения, что в Маннелло стреляли советские и устроили провокацию. Значит, 29 ноября финский посланник в Москве был вызван в Народный комиссариат иностранных дел, где ему вручили еще очередную ноту, где говорили, что ответственность за вот это все ложится на правительство Финляндии, правительство СССР отзывает из Финляндии политических и хозяйственных представителей, то есть разрывает дипломатические отношения. 30 ноября вышло официальное сообщение СССР по приказу главного командования Красной Армии ввиду новых вооруженных провокаций со стороны финской военщины. Войска Ленинградского военного округа в 8 часов утра 30 ноября перешли границу Финляндии на Карельской перешейке и в ряде других районов. В тот же день 30 ноября советская авиация бомбила Хельсинги, причем бомбила в основном рабочие районы, но говорят, что в результате ошибки летчиков. То есть бомбили жилые районы, говорят, что ошиблись летчики. Но бомбили они. Молотов говорил, что якобы советские самолеты сбрасывали на Хельсинки хлеб для голодающего населения, что на эти рабочие районы, как Молотов рассказывал в это время, сбрасывали не бомбы, а хлеб для голодающих рабочих. При этом действительно официально войну не объявляли и так и не объявили. Ну, все. В общем, началась война, о чем позже. Молотов постоянно говорил, что напали финны позднее. Ну, вот, допустим, Молотов. Проникнутая миролюбием внешняя политика СССР и здесь была продемонстрирована с полной определенностью. Советский Союз сразу же заявил, что он стоит на позиции нейтралитета и неуклонно проводил эту политику в течение всего стекшего периода. Молотов постоянно утверждал потом, что они не хотели присоединять Финляндию, не посягали на ее независимость. Ну, и вот Сталин, допустим, в 1940 году, уже после войны. Сталин. Правильно ли поступили правительство и партия, что объявили войну Финляндии? Этот вопрос специально касается Красной Армии. Нельзя ли было обойтись без войны? Мне кажется, что нельзя было. Невозможно было обойтись без войны. Война была необходима, так как мирные переговоры с Финляндией не дали результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить. Безусловно, ибо его безопасность есть безопасность нашего Отечества. От целости и сохранности Ленинграда зависит судьба нашей страны и также это надо было сделать потому, что Ленинград есть вторая столица нашей Родины. Вот что сказал по этому поводу товарищ Сталин. Субтитры создавал DimaTorzok